приветствую всех здравствуйте дорогие слушатели салам родные джанцы после этого видеоролика многие поймут кто слушает мои ролики многие поймут мои слова когда говорю о том что бесполезно бессмысленно вести какие-то дискуссии адекватные разговоры беседы с армянскими оппонентами пользователями тем более в пространстве интернета форумах обсуждениях и вторую фразу поймут о чем я говорю когда говорю что нужно освободить армянский народ от армянства долго тянуть не буду давайте начнем ну в своих экранах вы уже видите плакаты вот такого рода плакаты везде даже в школах в садиках армян армяна страна богов страна адама евы ноя армения вечно как сама земля понимаете да о чем речь так вот начинаем я по возможности буду серьезен хотя не знаю ну давайте начнем армянской следовой истории руси я все это стеревать конечно же не буду вот заголовки строк я процитирую поймете о чем речь идет столицу руси киев на днепре основал в пятьсот восемьдесят пятом году за на замковой горе и виде крепости великий великий армянской князь на хараш самбат багратуни и так далее и тому подобное это понятно да кто основал киев с этим все понятно потом москву основал армянской князь геворг георгий багратуни бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла и так далее и тому подобное то есть здесь понятно кто основал москву это все еще цветочки ребята что там киев основать москва на этом миру давайте дальше я продемонстрирую вам скрины где армяне имейте ввиду что эти слова пишут интеллектуалы образованные люди не такие например слой народа армянского народа например в россии асфальт укладчиками да работают везде мы видим если я их высказывание выставлю вообще вы упадете например такие слова как армяне церкви отмечают церкви не храмы церкви христианской церкви есть у меня все это пишет армянин армян армян церкви церкви строили еще пять тысяч лет назад теперь чисто такая арифметика математическая пять тысяч лет назад то есть три тысячи лет до рождества христоса то есть еще не было христианство иисуса ничего подобного но до три тысячи до этого армяне строили христианской церкви я все это наверное сделаю вторую серию об этом поговорим нет тут слова знаете интеллектуалов образованных людей и так поехали только не смейтесь держитесь как-нибудь держитесь чтобы вникать сама все это так вот ливия а ведь и сям пишет господи господи делов то надо вернуть наши земли это турецкий поток станет армянским потоком на благо россии армении и европа как всегда и бывает с армянским фактором понимать это армянским фактором то есть армянский фактор это служение народом надо захватить уничтожить турцию захватить южный поток и все дальше уважаемые ли земли мы получим даже если не захотим наши палец случайности деревен деревенского разлива не разумеют на нервы действуют просто на этих землях сейчас проживает 20 миллионов курдов бла 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 но вы читаете да я просто не хочу чтобы ролик длинный получился поэтому основные моменты григориан пишет кстати с этим григорианом мы позже еще познакомимся тигран же вы не в курсе иисус христос был у меня дома и все все что нужно сказал тигран отвечает у меня тоже был и я ему сказал то что нужно дальше дальше вот тот же григориан пишет ревность каплана да мы первые люди на земле и все произошли от нас хоть тресните от этого ничего не изменится и это зафиксировано и в библии и в талмуде а пророк мухаммед слушайте а пророк мухаммед мир праха его это это чисто для гипноза пишется на самом деле они мусульман ненавидят а пророк мухаммед мир праха его заявил кто пресек прикасается к армянам прикасается ко мне я максимально максимально тихо выражая свои эмоции очень очень хотел чтобы этот ролик получился кто прикасается к армянам прикасается ко мне дальше дальше читаем тут дискуссия между русским человеком и армянином армянином армянин пишет нам стоит сказать только и у вас не будет мигов и суши потому что там главный армянин наш он имеет ввиду россия президента он у вас там главный армянин наш так что благодарите армян за то что у вас истребители есть тот он уже о микояне понимаете да дальше читаем екатерина катя отвечает истинное лицо неадекватного армянина я не знаю что такое сушкин миг это истребитель поблагодарит вас без россии не было бы армянин так что кто кого еще благодарит должен суды арман отвечает катя вы нас должны благодарить потому что почти все ученые россии это армяне благодаря нам у вас есть истребители миг и су и еще во первое христианство приняли вас тогда еще не было даже бедная катя катя отвечает прожили бы и без них да я даже видела ролик где вы говорили что сам сингисхам был армянином кстати у меня есть не ролик а вот скрин есть на рек по моему тут есть я покажу хотя еще в школе учила другое не смеши меня и подписчиков этой группы из-за таких как ты портится отношение ко всем людям твоей нации арман отвечает макси сянкать не зная про цингисхана но то что армения помогла россии встать на ноги это факт ваше только водку пьет пока наши дела делают понятно да вот то есть в ходе этой дискуссии моментально делается вывод кто тут адекватный человек да просто человек а кто просто уже до такой степени зазомбирована что несет такие ереси что действительно волосы дыбом дальше читая держитесь ребята держитесь а это биография вот этого политика историка армию армяноведа артур устян почему я выставил высказывание этого человека тоже есть тут скринах это его биография я просто этим хочу сказать действительно эти слова вот это это все все да это всю шнягу пишет образованные люди армянской национальности интеллигенты интеллектуалы их интеллигенты интеллектуалы так называемые вы представляете что происходит в этой обществе в обществе армянской обществе дальше дальше читаем а вот а вот и его тема смотрите что он пишет этот артур устян политолог эксперт армян пишет при этом непонятно почему абхазия не добивается вхождение в состав армении может грузия мешает то есть уже абхазию и осетию кстати они считают частью великой какой-то армении ребят привет абхазам здравствуйте ребят осетины хамар биджо надеюсь не забыли этот язык прекрасный грузинский язык хамар биджо гена цвала пожалуйста скоро будете говорить барев дэс ах биджан вон цес инчачка пожалуйста привет от меня вам дальше в абхазии очень тепло относится к братскому армянскому народу депутат абхазского парламента армяне в абхазии это он как тему да выставил армяне в абхазии проживают более века и основали там крупную общину по всей абхазии действует двадцать шесть армянских школ так далее дабы дабы смотрите дальше армян захрабьян пишет артур такие вещи иногда говоришь с какой стати они должны входить в состав армении я хочу отметить господа что несмотря на все это у меня есть очень много знакомых армян я хочу этим сказать что среди армян есть разумные люди они очень очень мало и они объявлены предателями армянского народа или душевнобольными но они есть я просто прочитал армена поэтому тоже об этом надо говорить не все такие полностью уничтоженные да я имею ввиду по поводу мозга дальше артур пишет отвечать ему арману а другого выбора у них нет народ он пишет про абхазов народ они вымирающий и бедный с учетом войны с грузией им вхождение в их состав не получится уже никогда в состав россии их никто не ждет еще беднее станут к тому же кавказских республик в россии и так много не знаем что с ними делать не знаем что с ними делать он же себя россиянием считать не знаем что с ними делать и остается только турция смотрите или армения он специально сюда турцию понимаете да чумя тут тонкости есть думаю абхаза не идиоты чтобы предпочесть турцию с глубокими геноциадальными традициями и ассимуляторской политкой понятно почему он выстоял турции и армении да сейчас понятно то есть турцию моментально выдает там дикари звери они абхазов когда-то убивали резали убивали так далее а тут армения еще гуманные самые великие от моря до моря да и вообще абхазы христиане а турки мусульман это тоже очень важно отмечать всегда всегда они это делают думаю и этот фактор весомый для выбора абхаза в пользу армении к тому же диаспоральный ресурс армян для абхазов куда выгоднее чем просто нищинское изолирование существования не думаю чтобы абхазы предпочли армении полное вымирание или исламизацию армян пишет мы для них просто рабочая лошадка артур отвечает с учетом влияния армян в абхазе все наоборот абхаза великолепная рабочая лошадка привет абхаза конец валя слышите да абхаза слушайте слушайте дальше абхазы рабочая лошадка в абхазе для армян дальше читаем но этот факт не должен быть чем-то негативным тоже не обижайтесь абхазы без рабочей лошадки не обойтись ее надо тоже уважать как и любого трудяга который на тебя пашет и честно и главное достойно справедливо оценивать труд лошадки теперь понимаете это политик это эксперт это арминовед этот Артур и смотрите его слова он никогда эти слова по телеканалам в России как Досарян Кургинян они никогда это не скажут так открыто против русских против абхазов грузин и так далее против азербайджанцев и так далее но между собой вот что они пишут кстати это из их группы закрытые группы у них типа только сами но мы везде есть как сказал наш президент Эльхам Алиев мы все видим вот и мы все тут видим не думайте что нас нету в ваших закрытых секретных группах дальше ребята дальше ну надеюсь делаете выводы да так где мы остались вот такой скрин Рузана Амирханян смотрите какую он тему она тему выставила на карту обратите внимание обратите внимание на карту эту а я буду читать армянская империя в момент наибольшего могущества в 95 66 годах до нашей эры тут меньше идет да понятно я сначала не помню до нашей эры темно оранжевым цветом собственно владение великой Армении видите да вот эту часть Черное море Каспийское море Среднеземное море вот это вся территория представляете вся территория Россия отдыхает это Великая Армения это центр светло оранжевым и желтым Парфия и Кипет Бактрия в конце слушайте которые являлись вассалами Великой Армении и признавали верховную власть армянского царя вы представляете она имеет вот эту всю остальную часть это Азия Восток все это ну то есть Екипет вы читали да Парфия все так это были эти страны фараоны все это были вассалами армян армян дальше 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 читаем алым цветом владения понтийского царства которое находилось в военной коалиции с Великой Арменией и охранялись армянскими легионами синим зеленым фиолетовым и голубым цветами соседние государства тут Европа там я не знаю там другие другие знаете фу были соседние страны что там общая площадь территории подвластных Великой Армении 3 миллиона квадратных метров это примерно равно площади европейской России и почти равняется площади европейского союза но комент ребята но комент я еще раз говорю это пишет интеллектуалы образованные люди армянской национальности вот они как зомбируют этот бедный армянский народ вот эти ладно не скажу дальше дальше читаем держитесь да держитесь вот наш знакомый Харьяр Григорьян пишет по поводу людей которые произошли первые люди синий синий армяне это просто убивает ребят ну добрые люди простите что вот я вот так вас мучаю да я понимаю у нас там взрыв мозга волосы смех болит челюсти все такое ну держитесь держитесь и слушайте Иерусалим основали армяне привет евреи арабы и евреи приветствую вас шалом ассаламу алейкум от меня привет вам слушайте дальше иерусалим основали армяне 17 веков правили египтом армяне антиподы евреи евреи украли это вообще эта фраза меня убила евреи украли рейдерский захват бога ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх И я понимаю, что с вами происходит Потому что я сам еле-еле держусь Лискну еще раз, повторю эту фразу Евреи Евреи украли рейдерский захват Бога Вот почему до сих пор Нас ненавидят и вооружают Турко-Азероб Теперь понятно, почему Израиль продает оружие Азербайджану Понятно? Поняли? Потому что евреи украли Бога Рейдерским захватом Дальше, дальше, дальше читаю Потому что кочевниками были таковыми и остались А теперь хотят перекочевать в Украину Евреи организовали геноцид И никогда не признают Для этого им надо переписать Талмуд Но самое интересное то, что я писал об этом Не имея ни исторических, ни научных знаний А получая информацию от самого Бога Вся слова Иисуса Христу Вы проиграли у Бога Украсть ничего невозможно Может дать У него прямой связь с Богом У него айфон Не шестой, не седьмой А тысяча шестой модели Прямой связь с Богом Кстати, про айфона тоже тут есть кое-что Я если успею, покажу Что-то мне же пишет Я не читал Симон Месропиан пишет Могу сказать лишь одно Шок Всю жизнь поражался Что мы, армяне Относящиеся С поколением Поклонением К книге Ничего не имеем От дохристианского периода Кто-то лишил нас памяти Бедный, бедный Завидует вам Дальше, дальше, дальше читаю Ребята, извините меня Простите меня, добрые люди Так Пишут Да будет вам известно, Артур Джан Что бабу Бабуриды, великие монголы Были частью того Народа, которые с 1924 года Идентифицируют как узбеков Основатель династии Бабур Был уроженцем и правителем Андижана Что в Ферганской долине Вы не понимаете, о чем идет речь Слушайте Это неспроста Акпар Великий, его внук Гримасами судьбы Бабура Из Средней Азии Вытеснили кочевые племена Назвавшие себя узбек Дальше Тот же Артем Устиян Пишет Это не вся правда Ибо до появления Так называемых узбеков Привет узбеки Салам алейкум, братья Тоже привет вам Вы так называемые узбеки Ибо до появления Так называемых узбеков А точнее Туркизированных Армяно-монголов Шалам алейкум Братья узбеки Вы Туркизированные Армяне-монголы То есть С вами то ладно Еще и монголы Были армянами А вы Потомки Армяно-монголов Нормально? Слушаем даже Я еще раз прошу прощения Извините Что я вас так мучаю Дорогие мои слушатели Держитесь Была Предыстория Правда В том Что Бабуриды Потомки Тимура Из пропианского рода Пахлавуни Тимур Из армянских Пахлаванов Пахлаван Это По-моему Тут имеется ввиду Богатыри Переводится Пахлаван Ну на азербайджанском языке Пахлаван Богатыри Так что Тимур Из армянских Пахлаванов Рода Пахлав Туркизированных В дальнейшем И более известных Как Барлась Пахлав Тимуру удалось Выгодно Жениться На Цингизитке И тем самым Прийти К власти Хотя Фома Мицопский Уверяет Что сам Тимур Из Армении Происходит Я Даже не представляю Что с вами Происходит Сейчас Ёлки-палки Ладно Тут много Что написано Например Еще добавлю Хороший Он или плохой Давайте сначала Собственно Неудивительно После этого Что армяне От такого Гнусного Антихриста Срочно Отреклись Грустно Говорит Что мы Не признаем Тимура Что он был Армянином Отреклись от него Потому что он был Антихристом Изря Говорит Очень Изря Пишет Изря Как им бы Тимур Не был А он Вошел В историю Как Великый Государственный Деятель Хороший Он или Плохой Для истории Это дело Очень Субъективное Всем Не угодишь Но вот От его Армянского Происхождения Не стоит Отказываться То есть Добрались До него Только потому Что он Был в истории Известной Известной Личностью Обязательно Нужно Его сделать Армянином Понимаете Вот это Есть у армян Кстати Еще Одно Причудливое Доказательство Того Что Род Пахлав Парлас Имеет Армянское Происхождение Общеизвестная Их Воинственность И Ослиные Упренства Дальше 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 Извиняюсь Тут уже Другой Контингент Пишет Это Википедия Имейте Ввиду Если Предположить Что Абригены Могли Использовать Мягкое Р В произношении Словосочетания Теотиуакан То очень легко Можно прочитать Теотиуакан Как Теро И Терауакан Короче Тер У Теракан То есть Тут Слово Это очень Важное Слово Кстати Дальше Поймете Арменизирует Арменизирует Просто добавляет Туда Букву Р Р Р Р Р Р Чтобы Присвоить Историю Дальше Заброшенный Город Расположенный В 50 Км От северо-востока От города Дальше Пишет Смотрите Арменизирует Оказались На континенте Задолго До Колумба И Веспучия Теперь Поняли О чем Идет речь О какой Стране И так далее И о каком Народстве Идет речь Индейцы Индейцы Пишут Арменизирует Оказались На континенте Задолго До Колумба И Веспучия Просто Их интервенция Не носила В себе Насилие Между двумя Официальными Весами Идет война Веспучий Или Колумб Но У всего этого Должна быть Оккультная Передача Возможно Поэтому Предвеча Возможно Поэтому И возник Метафизический Географический Термин Континент Который На латинском Означает Континуа Продолжать Продолжитель Сладовать По указанию Сложением Трампа То есть В этой Статье Идет речь О том Что Индейцы У них Нашли В языке У них В языке Нашли Корни Корни Армянского Языка Эй Чингачуки Привет Вам Вам Тоже Салам От Меня О Великий Вождь Дальше Читаем А вот Вот и Айфон Дошли до Айфона Внимательно Слушаем Сколько минут Уже Идет Ролик Не знаю Сейчас Посмотрю 31 минута В принципе Армянской Нагоре Не является Сам Вэл Пишет Армянской Нагоре Не является Только Востоком Но Востоком Востока Местом Бога И Рая Внимательно Слушайте Родные Мои Сегодня Мы Называем Востоком То Пространство Которое Считается Колыбелью Человечества Но У этого Востока В древности Был свой Восток И географический И духовно Просвотительский Откуда Древние Черпали Информацию О Боге И о Рае Мы знаем Что Приемной Матерью Стив Джобаса Был Армянка Была Армянкой Стив Джобс Да Основатель Айпля Айфон Айфон Умер И я Думаю Придумывая Знак Марки Откушенное Яблоко Держитесь Держитесь Откушенное Яблоко Стив указал На место Рая Если Яблоко Воспринимать Как Обширный Восток То место Укус Это Восток Восток Ведь Яблоко Укушено Не справа А на Востоке Востока Стив Оставил Очень Мощные Сообщения И самое Главное Айфон Который Пишется Айфон Айфон Не знаю Пока Но Произносится Айфон Ай Кто не знает Это Ну Азербайджанцы Все знают Что Армяне Себя Называют Не армянами А хаи Ай Ай Такой нации Как армяне Не было Были хаи Каи Понимаете Да о чем То есть В честь Армян Стив Назвал Айфон Хай Хайфон То есть Армян Голос Фон Как переводится Несмотря на то Что фон Несмотря на то Что фон По гречески Означает Звук То есть Хайфон Звук Армян Но Под фоном Можно Понимать И Монолорд И Стив Как бы Дает Понять Что Вырос В армянской Среде На Айфоне Хайфоне Хай Так как Мать Была Армянка И он Категорически Запрещал Называть ее Приемной Матерью Резюмируя Все Можно Сказать Что Айфон И яблоко С укусом На востоке Джобса Это Своего рода И карта И указатель Места Рая Армянская Нагорье Ладно Я соберусь Немного Пару слов На этом Закончим Потому что Ролик Длинный Получился Не хочется Загружать Вас Теперь Вы понимаете Когда я Вам говорю Что Дискуссию Вести С армянами Это Глупо Потому что Это все Бесполезно Потому что Этот народ Полностью Зазомбирован Полностью Еще в утробе Своих матерей Извиняюсь Полностью Вы Христиане Все люди От нас Произошли Бог Самое Главное Просто Говорите Не доказывайте А просто Говорите И показывайте Ни в коем Случа В дискуссии С ними Войти Это Вы Сойдете С ума Вы просто Сойдете С ума Потому что Сами Видите Они Дошли До Индейцев Что Индейцы Армянами Были И Монгол Татары И Узбеки И Русские И все Все То есть Человечество Произошло Не от Адама И Ева А от Армян Не от Обезьяна По науке А именно От Армян Вторая Фраза Когда Я говорю Что Нужно Спасти Армянский Народ От Армянства Именно Я Это Имею Ввиду Что Нужно Сказать Нужно Показать Все Это Самим Армянам Я Знаю Я уверен Сто процент Уверен Что Меня Смотрят Армяны Очень Многие Я Хочу Этим Показать Им Что Как Смотрится Со Страны Все Это Вы Когда Вникаете Во все Это Вас Грузит Всем Этим Вы Все Это В серьез Воспринимаете Вы Вы Не Знаю Как Действительность Что Это Все Так Все Действительно Потому Что Вы Зазомбированы А А Когда Смотрите На Такие Видео И Видите Что Как Это Обсуждает Смотрит На Это Другие Люди Например Моем Лице Лице Да И Как Это Смотрится Со Страны Со Страны Смешно Глупо Вас Считают За Больных Поймите Это Вот Что Нужно Показать Армянскому Народу Зазомбированному Полностью Зазомбированному Армянскому Народу Показать И Попытаться Спасти От Армянства Вот Все Это Шняга И Есть Фундамент Того Армянства Чем Армяне Гордятся А этим Гордиться Не нужно Это Это Ваш Позор Это Не то что Не только Позор Вас Просто Не дают Вам Развиваться Ладно Развиваться Вам Не дают Спокойно Жить С людьми Ваша Армянство Все Это Вам Не дает Жить С нормальными Людьми По Нормальному По Людски Понимаете Потому что Читая Все Это И Воспринимая Всерьез Вы Хотите Этого Или Не Хотите Это Уже От Вас Не Зависит Вы Возвращаете Себя Над Всеми Над Всеми Народами И Нациями А Это Нацизм Это Фашизм Это Симптомы Нацизма Что У вас Уже Есть И Это Все Отделяет Вас От Людей Вы Посмотрите Вы Не с Одним Своими Соседями Со Своими Соседями В Армении Нормально Не Живете У вас Со Всеми Конфликт То Территориальные То Какие То Еще Тем Более Вас Постоянно Толкают В Историю 5-10-100 тысяч Назад Туда Обратно Потому что Там Неизвестность Там Неизучено Поэтому Ваши Историки Всегда Пишут За 5-10-15-20 Тысяч Лет Назад Историю Потому что Там уже Не проверят Нам Досконально Известны Последние Две Тысячи Лет Пусть Будет Три Тысячи Лет Да Что-то Историкам Ученым Удалось Раскопать Узнать А дальше Ничего Неизвестно Все спорно Поэтому Ваши Историки Всегда Ссылаются Туда Туда И дальше И дальше Там проверить Нечего Динозавры Все вымытли Ни у кого Спроси Вот этим Всем вас Грузят Долбят Вам В мозг Что вы Такие Великие Великие И самые Древние И старые И это Все Отталкивает Вас Людей От вас Действительно Это факт И все На вас Как на больных Смотрят Действительно Вот смотрите Я все это читаю Я на вас Как на больных Как на ненормальных Смотрю И те люди Которые послушают Этот ролик То же самое И другие люди Которые вас Слушают В других местах Читают Я представил Дискуссию Переписку С русской Женщиной И с армянином Она Действительно Чувствуется По его фразам Что она в шоке От того Что ваш армянин Пишет Вот так К вам К вашей истории Относятся люди Вам Этим Гордиться Не нужно Это вас Убивает Уничтожает Ваше Армянство Ваш Армянский Народ Уничтожает Самый настоящий Геноцид Вот О чем я хотел Сегодня говорить Поэтому поймите Когда я говорю Бесполезно С ними Дискуссию Спорные Просто говорите И показывайте И не нужно Вот то что вы говорите То что вы показываете Да С ними Обсуждать Это бесполезно Пусть смотрят Со стороны И слушают Пусть Открываются глаза И другая фраза Что нужно Спасти армянский Народ От армянства Действительно Нужно Помочь Этому народу Их Спасти Армянский Народ Нужно Спасти От армян Такого Рода Как не знаю Сам Вэл Усатян Или как его За Артур Мартур То есть От их пропаганды От их Идеологии Идеологии От их Истории Нужно Их Спасать От их Истории Выдуманной Сказочной Истории Всем пока Всем удачи Хорошего настроения Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры